Тема урока «Твёрдое, жидкое и газообразное состояние вещества». Цитата этого занятия послужит высказывание Михаила Звездинского. «И очень важно для меня, что не боится воск огня. Из-за тебя, из-за меня сгорая плачут свечи». Действительно, свечи при комнатной температуре находятся в твёрдом состоянии, а при повышении температуры начинают плавиться, плакать. Аналогично ведёт себя и вода. При замерзании она переходит в твёрдое состояние – лёд, а при повышении температуры снова в воду и далее в пар. Лёд, вода и водяной пар – три состояния одного и того же вещества – воды. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что вещества могут находиться в разных агрегатных состояниях, а именно в твёрдом, жидком и газообразном. Сравним агрегатное состояние вещества по двум его свойствам – сохранение объёма и сохранение формы. Если переложить ручку с места на место или если повернуть её, то ни форма, ни объём у ручки при этом не изменится. Это значит, что все твёрдые тела сохраняют форму и объём. Пол-литровая банка, заполненная водой, имеет объём 500 мл. Если перелить содержимое в трёхлитровую банку, то объём при этом не изменится и останется равным 500 мл. А вода примет форму сосудов, которые её поместили. Это означает, что все жидкие тела сохраняют объём, но не сохраняют форму. А как ведут себя газообразные тела? Для ответа на этот вопрос достаточно вспомнить, что запахи распространяются по всему пространству. Это значит, что газы не сохраняют ни объёма, ни формы и заполняют всё предоставленное им пространство. Вспомним, что каждое вещество состоит из мельчайших частиц – молекул, которые находятся в постоянном беспорядочном движении. Если схематически обозначить молекулы шариками, то в газообразных телах расстояние между молекулами достаточно большое. В жидкостях оно меньше, а в твёрдых телах оно вообще минимально. При перемешивании, к примеру, двух газов молекулы одного вещества свободно займут промежутки между молекулами другого. В твёрдых же телах всё наоборот. Если провести аналогию, то можно представить себе попытку людей пройти в вагон метро в час пик и в обычное время. Это доказывает то, почему диффузия в газах протекает гораздо быстрее, чем в твёрдых телах. Итак, любое вещество может находиться в одном из трёх агрегатных состояний – твёрдом, жидком и газообразном. А при определённых условиях, например, повышение температуры, вещество может переходить из одного состояния в другое. Итак, подведём итоги. Субтитры подогнал «Симон»